Хай Тул, это Кинонах, поехали! Самый популярный вопрос после прошлого выпуска Кинонах. Первое, это правда, что это Гена Букин. Второе, где посмотреть 20-минутный кусок с третьего Железного Человека. Нигде. Собственно, на что надеялся, то и получил. Появился второй трейлер к Мальчишнику 3, который, ну, более-менее как-то настраивает на позитивный лад и дает надежду, что это будет, ну, смешно. Не могу поверить, что папа умер. Лучше бы вместо папы умер кто-нибудь другой. Например, моя мать. Что за хуйня? Где он? Лесли Чоу украл у меня 21 миллион долларов, и быстрее всех его найдет волчья стая. Нет, нет. Так, моя страховка. Возьмите лучше Стю. Будем верить и ждать. Надеюсь, завершение трилогии о пьяных похождениях закончится на оптимистичной ноте. Потому что первая часть была отлично, а вторая была... Придем. Ты Че здесь делаешь? То же, что и всегда, петушиные бои. Бои на петухах, звучит отлично. Стой спокойно, я пытаюсь помочь. Бакеда, сучки! Господи. Я верю, я могу летать. Я люблю кокаин. Мальчишник в Вегасе, часть третья. На днях заглядываю в интернет, и, о боже, что я вижу вирусный ролик к фильму «Человек из стали». Ты не один, ты не один, ты не один. Меня зовут генерал Зот. Долгое время ваш мюн скрывал одного из моих сограждан. Я требую, чтобы вы отдали его в мое распоряжение. А Калелу я скажу следующее. У тебя 24 часа, чтобы сдаться. Или увидишь, как этот мир страдает от пасточки. Ну и а что же будет на самом деле? Я надеюсь, пояснит нам трейлер. Думаешь, ты спас своего сына? Я найду его! Мой отец полагал, что если люди узнают, кто я, меня не примут. Он был уверен, что мир еще не готов. А ты что думаешь? Что значит «это «эс»»? Это не «эс». В моем мире это надежда. Ну а здесь – это «эс». Как насчет «суп...»? Извини. Что посмотреть на этой неделе? Для любителей, ну, таких исторических фильмов про странных людей, которые вдруг однажды утром проснулись, глотнули кефирку, их осенило. А дай-ка я попробую построить себе из какого-нибудь хрени плод поплыву куда-нибудь. Южноэкваториальное течение – наш единственный путь. С нашим рулем мы не свернем с курса, даже если захотим. Если честно, этот фильм можно смотреть, но только из-за того, что о, красивые пейзажи, вот эти вот океанские все сцены. Да, ради этого, конечно. Но если вы к таким людям, как Тур Хейрдал, ну, странные они люди. Вас же вот не толкает ничего так вдруг взять, как Форст Гампу, побежать через всю страну. Нет. Вы нормально, троллейбусин, трамвай. А вот такие вот люди в мире все-таки случаются, как господин Конюхов, которому дайте байдарку. И он куда-то поплыл, взял пару пакетов Роллтона, ему плевать вообще, что происходит в этом мире. Главное, борода растет, и загар постоянно слезает. Уходите без меня! Контики. На этой неделе выходит английская картина под названием «Добро пожаловать в Капкан». Честно скажу, не смотрел, не успел. Основываю свое мнение лишь на трейлере. Мы много лет не могли подобраться к Стернвуду. Когда его возьмешь, в этот раз не дай ему вырваться. Как ни крути, он вошел в легенды. Вечным для Джейкоба Стернвуда может стать только тюремный срок. Посмотрев, кто снимается в главных ролях, да еще и Ридли Скотт, продюсер, появляется какая-то надежда, что, ну, все-таки, английский фильм, и он будет сделан в лучших традициях английского кино, а мы помним эти замечательные картины. Это что, мне вам перечислять, что ли? Конец истории. Ты отправишься в тюрьму. Ну, а если вы не являетесь поклонниками ни английского кино, ни о фильмах, основных путешествиях на плотах, то, возможно, вас заинтересует российская картина под названием, опять же, основной на реальных событиях, картина, рассказывающая о великом советском хоккеисте Валерии Харламове «Легенда номер 17». А у тебя вырос этот мелкий-то, 17-й. Мальчик золотой. 34 шайба за сезон. Харламов. Да, хотите, клеймите меня позором, кидайте в меня помидоры, вспоминайте соловья и тому подобное. Мне фильм понравился. Вот-вот-вот-вот так вот могу. Хотите, Библию принесите, я вам скажу то же самое. Потому что фильм реально хороший. Он отличный, он интересный. А есть моменты, где бегают мураши, вот такие огромные. По полной программе сопереживаешь главным героем. И ты веришь, что именно так все и было. Должен читать их мысли. Ты должен понимать, что у них на уме раньше, чем они сами это поймут. А ты вообще не понимаешь, о чем думаешь. Ты же игрок с явно выдающими способностями. Вот как можно тебе не давать играть? Даниил Козловский великолепен. Но, честное слово, если в шпионе еще можно было посомневаться где-то как-то, то в Харламове он отыграл на все 100. Вот как надо. Передал все эмоции человека, который начинает свое становление, ну, в хоккее. Кстати, Валерий Харламов был первый человек, которому НХЛовцы предложили гонорар в 1 миллион долларов, чтобы перейти к нам, чувак. Это было в 72-м году. В 72-м году уже советский хоккей рвал всех. Двухкратный олимпийский чемпион. Восьмикратный чемпион мира. Семикратный чемпион Европы. Одиннадцатикратный чемпион СССР. Я всегда мечтал сыграть с канадцами, чтобы надрать вас вместе с нашей сборной. Твой номер семнадцатый. Его весь мир знает. Олег Меншиков. Если честно, я давно не видел хорошей работы со стороны Олега Меншикова. Но Тарасова он показал как настоящего тренера. Это кувалда, которая строила, отбивала все ненужное, вычленяла все лишнее из советского хоккея и оставляла только самое главное. Волю к победе, честь за свою страну. Это культовая личность, тем более для тех людей, которые увлекаются хоккеем. что ты там как глист избиваешься. Защищай ворота. Всем телом защищай, как детей у своих защищал, как Родину защищай. Все, все, хватит. Что? Молодой человек, я вас правильно понял? Вы сказали все? Да нет. Сорвалось просто. Вот так, дорогие товарищи. Мы сейчас чуть было не потеряли выдающегося хоккеиста Харламова. Но на нашу радость он опять с нами и мы продолжаем упражнение. Быть может, кто-то из вас скажет, ну Лукас просто любит хоккей, за это ему понравился фильм «Легенда номер 17». Да, я люблю хоккей, но на фоне плюсов есть и минусы. В фильме присутствует такая, знаете, изюминка Михалкова, что с определенным почитанием относится к творчеству Никиты Сергеевича, тот поймет, о чем я говорю. И когда посмотрит фильм «Легенда 17», обязательно это увидит, подметит. Михалковщина присутствует. Саундтрек вот вообще никак. Ну, не понравился. Хотя я уважаю Эдуарда Артемьева. Это великий советский, ну уже и российский композитор, который написал множество саундтреков как советскому, так и российскому кино. Но в целом, «Легенда номер 17» правда, мне очень понравилась. Вы останетесь неразочарованными. «На тебя вся страна смотреть будет». «Ты понимаешь, что этот матч может оказаться для тебя последним?» «Ну, значит, это будет моя последняя матча». И вот здесь твоя главная битва! Извините, может быть, сказал что-то лишнего, может быть, что-то недосказал. Если кому-то показал, что чего-то недосказал, пожалуйста, пишите в комментариях, спрашивайте, а я обязательно отвечу на ваши вопросы. Ну, сегодня вот такой вот кинонах, подписывайтесь, комментируйте, заходите, ну, как всегда, твиттер, инстаграм, фейсбук, контакт, новости кино и новые трейлеры смотрите в группах кинонах, как вконтакте, так и в фейсбуке. Ну, в общем, вот так вот, как сегодня.